МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА РУДИЯ ПЕТЁРКА! АПЛОДИСМЕНТЫ Начало года, начало нашего 9-го сезона. Вот так незаметно полетел январь месяц, скоро февраль. Ну, а у нас продолжаются праздники. Снова у нас гости, и мы решили, ну, грубо говоря, не стравливать гамелян с гостями. Сегодня у нас две суперсборные, сборные звезд разных клубов, разных городов. Спасибо, что приехали к нам. Ну, а мы традиционно говорим спасибо Гомельскому облсполковому и телерадиокомпании Гомель, которые поддерживают нашу РУДИТ-пятерку. Всегда бы так было. Спасибо им! АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня слева от меня, сегодня слева от меня в тиних шарфах сборная команда, ну, назовем ее сборной Михаилов, потому что руководит ей Михаил Коновальчик из гомельского клуба «Белая рыжь». АПЛОДИСМЕНТЫ Справа от меня, справа от меня красные. И снова гомельчанка во главе команды. Это Анна Протура, тоже из того же самого клуба. Ну, естественно, мы поставили своих людей главными. Ну, а добавили получше, поумнее, пореактивнее. Вообще, в самых замечательных. Красная справа. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, верите ли вы, что акула, если остановится, то утонет? Прошу, Ваня. Нет. На самом деле, если акула остановится, если вода перестанет омывать ее жабры, она, на самом деле, задохнется и, можно сказать, утонет. Вот теперь вы это знаете. Продолжаем. Верите ли вы, что самые холодные звезды – это красные карлики? Да. Да. Да, ну, если еще коричневые карлики, они еще холоднее. Но, в принципе, среди звезд – да. АПЛОДИСМЕНТЫ Пять очков. Первый очков придется к своей команде, Иван. АПЛОДИСМЕНТЫ Верите ли вы, что по народным поверьям лихорадка живет на березе? Нет. На оси, не оси, на дрожит и трепетчет. Браво, Даша, пять очков вам. Играем. Верите ли вы, что на новой белорусской пятирублевке изображен колокол? Ну, верите или нет? Нет. Там колесо, правильно, молодец, а колокол на двадцатке. Играем. Верите ли вы, что Юрий Гагарин никогда не был капитаном? Ну. Да, я верю. Хорошо. В самом деле Гагарин из старших лейтенантов сразу прыгнул в майоры и в герои Советского Союза. Вот такой замечательный факт. Счет у нас после первой игры – 10-10. Счет равный. Великолепно. Начинаем дуэль-игра. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, дуэль-игра. Первый бой – наша Беларусь. Второй бой – географический весь мир. Третий бой – великий и могучий тема о русском языке. Четвертый бой – живая природа. Все понятно. И пятый бой – вселенная. У вас 5 секунд, чтобы решить, кто какую тему на себя готов взять. Поехали! Ну что ж, приступим. Успели. Михаил, кто готов рассказать нам про нашу синявокую Беларусь? Готов про нее рассказать. Егор. Егор готов рассказать. Прекрасно. Анна, у вас кто знает нашу страну? Тоже Егор, как ни странно. Итак, Егор против Егора. Вперед! Егор! 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 Итак, Егор из команды «Синих». Откуда вы? Я из Осиповича. Прекрасно. А Егор из команды «Красных»? Тоже из Осиповича. А, два Егора в одной команде. Великолепно. Ну вот да, вам вопрос немножко покажется неотносящимся к Осиповичам. Про Гомель будет. Итак, гомеляне, жители Гомеля, древнего, вполне могли участвовать в знаменитом походе на Половцев с этим Новгород-Северским князем. Прошу. Это был Радивилл. Радивилл? Ой, Новгород-Северский. Спасибо, Господи. Игорь. Знаменитый еще там целая поэма древнерусская. Аня. Понятно. Есть такой великий памятник древнерусской литературы. Слово о полку Игореве. Князь Игорь. Даже целая опера есть у Бродяна. Теперь вы это знаете. Играем. Вязанка в Подминском. Музей этого народного поэта Беларуси. Янка Купала. Отлично. Были. Егор, были там. Итак, поехали. Так в миру звали Ефросинью Половскую. Опа. Они знают нашу небесную покровительницу. В миру ее звали до тех пор, как она стала монашкой Предслава. Теперь вы это знаете. В этом городе Белорусска выпускают знаменитые белазы. Прошу. Жодина. Жодина, да. Отлично. И заканчиваем тему. Именно на этой реке стоит наша столица. Свислочь. Свислочь, конечно. Итак, блестяще. Блестяще сыграл Егор. И вывел свою команду вперед. 20-10. Синий впереди сборная. Михаила лидирует. Следующий бой. Итак, 25-10 после первого боя. Следующий бой. Весь мир. Кто готов обнять весь мир у вас, Михаил? Готово, Ксения. Ксения. Ну, как грустно. С грустным на лицо. Он внимает весь мир. Анна. Я пойду. Итак, Ксения Абродиванна. Вперед. Абродиванна. 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 Весь мир тема, ну, скажем так, географическая. Роберт Пири, как принято считать, первым достиг его. А фальстарт. Анна, у вас за этим очень строго следит наш электронный судья. Достиг Северного полюса. Да, конечно. Я понимаю, что вы волнуетесь. Можно громче. И потом доказали, правда, что он не мог этого сделать. Но считается так. Играем дальше. Это есть и у реки, а это может быть и в спортивном комплексе, и даже в школе. Да. Анна. Может быть, исток? Исток в школе. Исток чего? Ксения. Русло. Русло в школе. Я пошла в русло. На самом деле, это бассейн. Бассейн реки, бассейн в спортивном комплексе. В некоторых школах есть свой бассейн. Играем. В средние века эти горы называли просто камнем. Ну, на границе двух субконтинентов. Да. Урал. Урал, конечно. За камнем, за Уралом дальним. Вы правы. Наиграем. Айсберги движутся по океану благодаря им. Да. Благодаря течениям. Течениям. Великолепный ответ. Отлично. И заканчиваем. Самое глубокое, преглубокое озеро на земле. Это... Анна. Байкал. Байкал. Великолепно. И счет стал 35-20. Лидирует синий. Следующий бой. Итак, третий бой. Великий и могучий. Тема о нашем русском языке. Михаил, знаток языка есть в команде? Пойду я. Это серьезно. Анна? А на десятке русский язык знает у нас Даша. Итак, Миша против Даши. Вперед. Даша! 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 Великий и могучий. Так сейчас называют профессию человека, которого раньше называли толмач. Михаил? Филолог. Филолог толмач. Да, первый раз слышу. Даша, может, вы? Был у нас толмач Невчин. Ему переводить, а он лыка не вяжет. Мы его в кипятке и сварили. Переводчик. Играем. Этот стиль речи используется для передачи точной научной информации. Фальстарт Миша. Снова электронный судья вас подвел. Научный. Научный, конечно, пять очков. Играем. Столько букв Н в слове «голубины». Миша? Две. Даша! Одна? Одна, конечно, «голубины» от Азна-Н. Лицо, мордашка, физиономия. Все это. Как назвать эти слова? Лицо. Да. Лицо, мордашка, физиономия. Все это. Три, две, одна. Даша? Существительные. Существительные. Все это синонимы. Синонимы, которые означают одно и то же, но пишутся по-разному. Играем. Этим словом, этим словом в кириллице называли букву «С». Ну? Каким словом? Миша? Свят. Свят. Свят, свят, свят. Даша. Не знаю. Все подсказал. «С» это было слово. Итак, 35-30, синие. Впереди у нас следующий бой. Тема «Живая природа». Михаил, кто? Пойдет Дарья. Дарья. Один раз она уже блеснула. Анна, у вас? А у нас пойдет Александра. Итак, Дарья против Александры. Вперед! АПЛОДИСМЕНТЫ Начнем. Живая природа простейший вопрос. Так еще называют одноклеточные. Организм. Организм, понятно. Александра? Бактерии. Бактерии. Ребята, я же сказал, простейший вопрос. Одноклеточных еще называют простейшие. Нужно служить ведущего иногда. Играем. Из всех известных насекомых человек одомашнен только два вида. Шелкопряда и кого еще? Пчел. Пчел, браво! Так называют прирост древесины по толщине стебля за год. Годовое кольцо. Годовое кольцо, конечно же. Это самый многочисленный класс животных. Более миллиона видов. Насекомые. Насекомые, что ж тут думать, конечно же. Более 10 тысяч лет назад в Азии одомашнили его, или точнее сказать, ее. Свинью. Свинью, да нет, вы немножко... Да, вот сама над собой посмеялась немножко. На самом деле, волка одомашнили и стал он простой нашей домашней собакой. Но тем не менее, тем не менее, Александр выводит свою команду вперед. 45-35 красные впереди! Итак, пятый бой Вселенная. Знаток звезд и прочих туманностей. Миша, кто у вас? Павел. Павел. Грустный какой-то Миша. Павел, удачи вам. Анна, кто полетит? Ваня. Итак, о, Павел против Вани. Вперед! Павел, 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 Павел! И как Вселенная? Ну, сложный вопрос, понимаю. Из гравитационных объятий этого космического объекта не может вырваться даже свет. Что же такое? Да. Черная дыра. Черная дыра или коллапсар. Браво! Имя этого великого мореплавателя носят два спутника нашей галактики. Называются они облаками. Много ли вы знаете великих мореплавателей, в принципе? Три, две, одна. Да. Христофор Колумб. Нет. Что осталось? Магелланы. Магеллановы облака. Да. Да, из подачи Ивана гол забивает Павел. Пяточку выиграем. Такого цвета самые горячие звезды. Да. Голубые. Голубые, конечно, вы правы. АПЛОДИСМЕНТЫ Имя этого ученого носит орбитальный телескоп, заглядывающий в глубины Вселенной. Что же за ученый? Что же за телескоп такой? Да. Пусть будет Хаббл. Хаббл, конечно же. АПЛОДИСМЕНТЫ Отлично. И заканчиваем. Так называется ближайшая к нам галактика. Да. Андромеда. Туманность Андромеды принимается. Итак, Павел, знаете, что вы совершили такой звездный подвиг? Счет в пользу вашей команды. 60-45. Браво, Паша. Кстати, Павел, признайтесь, откуда вы такой умный? Из Червенин. А что за город, что за клуб там у вас? Это маленький город и клуб интеллектуальных игр Игумен. А еще там проводится замечательнейший турнир под названием Игуменская Завея. Сам был, сам знаю. Спасибо, Червенин, провоспитывает таких интеллектуалов. Спасибо, следующий бой. Следующая игра. Тест игра у нас. Скоростное централизованное тестирование. Вопросы с вариантами. Только галочки не надо ставить, нужно кнопку жать. Михаил, кто у вас готов пойти на белорусскую тест-игру? Павел. Павел. Самый, Паша, подожди, я понимаю, что у вас боевой азарт. Вы готовы сейчас выйти и всех порвать, но потерпите. Анна. А у нас попробует Александра. О, это интересная пара. Итак, Павел против Александры. Вперед! Павел! 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 По народным поверьям, перед входом в новый дом, нужно пустить туда. А. Кошку. Б. Собаку. С. Тещу. Кошку. Кошку, конечно, вариант А. Играем дальше. Пограничный переход в Варшавский мост ведет. А. В Россию. Б. В Польшу. С. В Украину. Александр. В Польшу. Ну, Варшавский мост куда еще может везти? Варшава остается в Польше. Отлично. Еще 10 очков. Александра заработала. Играем. Орден Матери Белорусский вручается женщине, которая родила и воспитала. А. Троих детей. Б. Пятерых детей. С. Семерых детей. Пятерых? Пятерых. Браво, Саша! Ни одного шанса не оставляет сопернику. Вот ее выбросить на риск игру вам. Ну, что делать? Белорусская пуща. Это А. Заказник. Б. Заповедник. С. Национальный парк. Александра. А. А. Заказник. Вы не правы, вы ошиблись. Паша. Национальный парк. Национальный парк, конечно же. Браво. Злаки на белорусском гербе. Это А. Пшеница. Б. Рож. С. Лен. Фальстарт, Паша. Вам не повезло. Александра. Рож. Ну, пшеница у нас не сильно растет. Ален вообще не злак. Вы правы, это Рож. 10 очков. И после тест игры. Папа. И после тест игры Александра снова вырывает победу. 85-65. Красные впереди. Саша, откуда вы? Я из Мозыря. Из Мозыря. Клуб, команда, тренер. Повелители времени, а тренер Миневич Ростислав Маркович. Ну, вот, передайте ему мой большой привет. А вот, скажите спасибо за воспитание таких умниц. Итак, у нас следующая игра. Вперед, слайд игра. Итак, слайд игра. Гордость Беларуси. Люди, предметы, места, достопримечательности, которые являются гордостью нашей страны. Без букв. У нас обычная азбука, но вот такие вещи вы должны знать. Михаил, кто готов у синих? Ксения. Ксения, гордость команды. А Анна у вас? У нас Даша. Итак, Ксения против Даши. Вперед! Даша! Начинаем мы с выигрывающей команды, а именно с вас. По очереди будем отвечать. Правильно, 15 очков на подборе 10. Итак, Даша, начинаем с вас. Первый слайд. Прошу. Город. Минск. Минск, да, это ратуша в Минске. Браво. 15 очков. Синяя. Синяя, улыбнитесь. Все так хорошо. Прошу вас. Это город Гомель. Это город Гомель, наш дворец Паскевича. Отлично. Синяя, сами вы откуда? Я из Светлогорска. Замечательный город. Ну, у вас такого дворца нету, а у нас есть. Играем. Даша. Брест. Брест? Нет, это не Брестская крепость. Ксения, может, вы знаете? Может быть, это Гродно? Ну, вот будете в Гродно, посмотрите самый древний храм на нашей земле. Это Каложа или Борисоглебский храм в Гродно на самой круче, замечательной реке. Не он стоит. Десять очков на подборе. Браво, Ксения. Ксюша, и играем мы с вами. Прошу вас. Несвиж. Несвиж. Это Несвижский замок. Великолепно. Даша. Это? Мир. Это мир, разумеется. Очень хорошее фото. Ксения. Город? Город Минск. Город Минск. И вот тут вы ошиблись. Даша. Это Витебск. Это Витебск. Даша, а вы из какого города? Светлогорск. Светлогорск. А, понятно. Светлогорское дерби у нас сегодня. На самом деле это знаменитый драматический театр Гродно. Будете в Гродно, заходите. Хорошо, играем с вами, Дарья. Да, героев нужно знать. Ксения, может вы? Это белорусский космонавт Петр Климук. Потрясающе. Ксения, примите вот мой нижайший поклон. Браво. Браво, браво, браво. Первый белорусский космонавт Петр Климук. Кто? Владимир Богданович. Владимир Богданович. Ну, во-первых, он был Максим. А Владимир, это был Короткевич. Даша, может вы? Ну. Может, Короткевич. Короткевич. Да нет, спасибо, Господь. Это знаменитый белорусский писатель Василь Быков. Теперь вы это знаете. Даша, играем с вами. Место. Гомель. Гомель. Да нет, я бы не против, честно говоря. Но не Гомель. Прошу. Это спорткомплекс Раубичи? Раубичи. Нет, это спорткомплекс Газонолыжной Силичи. Теперь вы это знаете. И последний слайд, наверное. Это эмблема всемирного хоккейного турнира. Как он вообще называется-то? Как это? Ну, понятно. Ладно, не будем наживаться на непрактичных людях, как говорил товарищ Воланд. В самом деле, это эмблема всемирного хоккейного турнира чемпионата мира в Минске. Отлично. Зачет. Итак, после слайд игры, благодаря титаническим усилиям Ксении, которая так ни разу и не улыбнулась нам, вот превозмогла себя все-таки. 140-115, Синя и впереди. Последняя игра. Итак, я догадываюсь, что вот по нашей установившейся уже в этом году традиции будет капитанская игра. Миша. Да. Анна. Конечно же пойду я. Хорошо. Комитанский бой. Вперед. Итак, риск игра. Единственный бой в нашем матче, где идут штрафные баллы. Правильный ответ. Плюс 20. Неправильный. Минус. Промолчал. Ноль. Но уберегся от минуса. Итак, внимание. Правильная тактика. Железные нервы. Железные нервы. Быстрая кнопка. Хундовый. Замечательные девчонки, которые победили на чемпионате Беларуси в Минске, прервали долголетнее доминирование минских команд. Я их до сих пор помню и люблю. Играем. Итак, риск игра. Тема «Наша Беларусь». Эта утраченная святыня изображена на новой белорусской десятке. Анна. Крест. Ефросиневский крест. Ефросиневский крест или крест. Ефросиньи полоской. Отлично. Весь мир. Это открытие совершили российские шлюпы «Авосток» и «Мирный». Михаил. Антарктиду открыли. Они открыли Антарктиду. Браво. Великий и могучий. Этим словом в средневековой России называли всех иностранцев, которые не знали русского языка. Анна. Немцы. Браво. Отличный ответ. Ну, раз не знаешь языка, не мой, значит немец. Итак, перед двумя последними вопросами. 160, 155, синие впереди. Внимание. Живая природа. Этот хищник самый большой среди. Кошачий. Опа. Анна. Лев. Минус 20. Миша, не будете жать? Нет. А на самом деле это амурский тигр. Хотя говорят, что лев царь зверей, тигр амурский его сшивает одной левой, причем задней лапой в лед. И последний вопрос. Вселенная. Как принято считать в науке, начало вселенной положил именно он. Михаил. Большой взрыв. И Миша ставит последнюю точку. Миша, Анна, ну все-таки одна школа, разные команды. Умеют держать удары. Красные воспитали их. Разные тренеры в разных клубах. Вот такие наши несгибаемые интеллектуалы. Ну а лица синих полны скорби за их друзей, за их товарищей, которых они обыграли со счетом 185-135. Ну что ж, игра закончена. Наши две сборные показали свою интеллектуальную удаль. Раззудись плечо, размахнись мозг. Ну а вам, дорогие мои, те, которые по ту сторону экрана, мы можем пожелать только одного. Включайте нас по подписи в 1.40 на канале Беларусь 4. Смотрите нас, ищите в программе. Заходите на сайт tvargomel.by и смотрите старые игры. Все-таки это эрудит пятерка. В чем ее польза? Очень просто. Смотрим пятерку. Получаем десятки. Играем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!